Мама Давида Уже на улице отдельный марафон. Прогулка перестает быть приятной через минуту. Давиду неудобно, а Марине тяжело. 12 килограммов на руках уже в течение нескольких минут – непосильная ноша. Так как у нас нет коляски, ребенок тяжелый, на руках физически его тяжело носить, плюс одежда, мы выходим максимум на балкон зимой, осенью, когда прохладно, когда уж более-менее тепло, мы выходим во двор. Чтобы не мучить ребенка, мы прерываем съемку впереди, возвращение домой и новая высота. Давид родился здоровым. Результат его болезни, как считает Марина, ошибка врачей. Сейчас мальчику 4 года, а суды за справедливость до сих пор идут. Каким бы итог ни оказался, возможности исправить то, что является настоящим, нет. А в настоящем – это диагноз ДЦП вкупе с эпилепсией. И в этом настоящем этой семье нужно многое – и дорогостоящие препараты, и наблюдение специалистов, и лечение. Но они хотят хотя бы малого – прогулочную коляску по индивидуальным особенностям. Там есть определенные боковые поддержки, фиксаторы, жилет, подголовник, то есть, чтобы я могла регулировать подножку под ребенка, то, что он у нас маленький, и чтобы эта коляска смогла принять удобное положение под ребенка. То есть, а коляски с ФСС, они совершенно не подходят. Они как бы по характеристикам, все коляски могут быть одинаковые, похожи, но в данных колясках две тени сидят, которые предоставляют ФСС. На экране то, что необходимо Давиду, и то, что предлагает ФСС. Внешне предложенную коляску совсем не назовешь гробом на колесах. Выглядит она вполне современно. Что же с функционалом? Производитель уверяет – регулируемая высота, правильный наклон, мобильность использования. Казалось бы, то, что нужно. Смущает цена, она разнится с нужной коляской в два раза. Довольно частая история, когда товар дешевле вроде бы не уступает качествам. Правда, если скрупулезно сравнивать характеристики, можно заметить, что регулировок у немецкой коляски больше, функции шире, да и по весу она легче предложена и на 7 килограмм. Индивидуальная программа реабилитации, она разрабатывается в бюро медико-социальной экспертизы. То есть там врачи осматривают все данные, проверяют и прописывают коляску конкретно, например, какая коляска нужна. И мы на основании вот этих индивидуальной программы создаем потребность и заключаем госконтракт. То есть не прописывается, какая коляска. Наименование, модель там как таковой нет. То, о чем сейчас говорит представитель ФСС, это ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Именно на основании этого документа выделяется техническое средство. Сама программа составляется по заключению медицинской экспертизы Федерального бюро. Рекомендации независимых неврологов и других врачей, конечно, могут учесть, а могут и не учесть. Проблема заключается в человеческом факторе. То есть рекомендации дают врачи. То есть, наверное, от профессиональной деформации, от выгорания, возможно, не всегда люди досконально и очень глубоко вникают в проблемы инвалида. То есть, если условно за день нужно рассмотреть 100 заявлений о индивидуальной программе, то на 99-м, на 100-м уже немножко, наверное, глаз замыливается и человек допускает ошибку. То есть ему кажется, что нужно определенные средства реабилитации, а оно может человеку не подходить. Некоторым детям важно поддержать спину под определенным углом, а для других нужен упор для ног. Насколько индивидуально учитываются индивидуальные особенности в индивидуальной программе? Где происходит тот самый провал на этапе экспертизы или выбора компании по поставке средств? Ключевое слово всей этой программы – слово индивидуальность. То есть, никого не равняет условно под один стандарт. То есть, если человеку нужно конкретное изделие, и оно рекомендовано с конкретной характеристикой, то человек может требовать конкретное индивидуальное изделие под него, и в том числе изготовление. У государства не стоит цель обидеть их или что-то не дать. Наоборот, задача государства – вернуть человека в нормальный быт, и, ну, как бы это ни звучало, но вернуть своего налогоплательщика. Единственное, что могут предложить сегодня юристы – это менять индивидуальную программу реабилитации, а значит, заново проходить медкомиссию. Марина проходила и этот путь. Она уже несколько раз вносила поправки в ИПРА. Помощь поступила и от местных властей. В период марафона мы решили совместно с ТАП-медиа осуществить сбор вот этих денег. 245 тысяч, она, по крайней мере, на прошлой неделе говорила, что у нее собралось, значит, у нее, может, даже сегодня уже чуть больше. Однако, пока собирались деньги, поменялась ситуация в мире. Теперь коляска стоит на 110 тысяч дороже. Таких денег у Марины нет, но все вместе мы можем помочь этой семье. Если вы хотите оказать поддержку Давиду и Марине, телефон вы видите на экране.